Выставочный форум «Технолето-2024» считается открытым! Сегодня в арене «Ерофейс» состоялось торжественное открытие ярмарки «Технолето-2024». Все, что необходимо сегодня бизнесу Хабаровского края, все здесь сегодня есть. И это правильно, потому что мы обмениваемся результатами, мы показываем друг другу, что может любой регион предложить внутри России. Сегодня поручение президента, импортозамещение – это важное направление экономики, и это только нас может выручить и уже выручает. Традиционно на площадке форума представлены выставочные проекты – транспорт, технодрев, энергетика и архитектура. Среди участников не только дальневосточники, есть гости из Белоруссии, Татарстана и Чувашии. На одной площадке встретились представители бизнеса, научные сотрудники, студенты и школьники. Главной новинкой форума стал профориентационный технический фестиваль «Горный». У нас в Хабаровском крае не только есть действующие предприятия, но и предприятия, которые реализуют крупные инвестиционные проекты. У нас буквально через месяц будет введен первый этап крупнейшего инвестиционного проекта – «Малмирский горно-обогатительный комбинат», который позволит Хабаровску занять лидирующую позицию по добыче меди. В профориентационном фестивале «Горный» приняли участие более тысячи человек. Уникальные события в том, что рядом с нами промышленники и представители отрасли. Они проводят параллельно мастер-классы, часы общения. У нас очень много сегодня интерактивных игр, поэтому для всех ребят есть интересная территория для взаимодействия с партнерами. На экскурсии школьники познакомились с «Горным делом». У нас есть ряд средних профессиональных учебных заведений, которые обучают по этому направлению. Есть ряд вузов, специальностей, которые тоже есть. Естественно, есть ряд предприятий. И поэтому фестиваль как раз является тем мероприятием, которое побуждает наших школьников где-то нарисовать картину. Машин ли, труда ли рабочих, которые трудятся на горных предприятиях. На фестивале представлены различные модели добывающей промышленности, а также полезные ископаемые. У нас в основном необработанные горные породы идут, которые добыты либо в Кабаровском, большая часть края, а также привезли студентов из других областей. В основном это все привезли студенты, сами добыли, сами привезли, сами достали документы для привоза. То есть у нас все официально. Здесь вам представлена шахта, где добывается вся руда, а именно олово-медь добывается на горной обогатительной фабрике. Из этого рудника она привозится на саму фабрику, где, соответственно, происходят все процессы обогащения полезных ископаемых. Профессия автомеханика вообще востребована у нас? Конечно. Заработная плата довольно-таки, даже не маленькая, а больше средней, да и нужны такие люди в данной стране. А как вы школьников привлекаете на вот эту специальность? На самом деле привлекаем школьников в плане программы, в том, что у нас все принимают за девятого класса. Средние аттестации это, например, на такие низкие. Хоть даже троечники могут прийти и дальше уже учиться. Отличники-хорошисты. Троечники, кстати, становятся иногда очень великими людьми. Самый был троечником, троечником. Сейчас я уже стал более отличным, даже стал старостой своей группы. Я считаю, это одна из лучших сфер деятельности человека в нашем мире, потому что без горнодобывающей промышленности мы не мы. У нас не будет ни ресурсов, ничего. А ты сам кем планируешь стать? Программист. Я собираюсь поступать в горнодобывающая промышленность включает в себя комплекс направлений, в которых привлекает даже самых юных. Я нарисовал бульдозер на гусеницах, лифт, по которому эта кабинка едет вот так, а здесь спускается уже по лестнице. В пятницу, 17 мая, в арене «Ерофей» пройдет защита 89 детских работ. Их представят 147 юных участников из 10 районов Хабаровского края. Виктория Заикина, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск.